Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Авориан, и сегодня нас ждет финальное веселье. Флот абаддонов собран, небольшой, но очень грозный флот абаддонов, готов к серьезным боевым действиям. Я думаю, мы потренируемся, наверное, немного, посмотрим на бой против вот этих вот наших врагов, да, с которыми мы воюем. И посмотрим, как наш флот будет выпиливать противников, там как раз они немного восстановили силы после прошлых баталий. У них должны быть, ну как минимум, стартовые вот эти вот 10 кораблей, которые, или сколько там, прилетают на защиту сектора. И, в общем, посмотрим, что из всего этого получится. Ну и потом пойдем на боссов, на разных боссов, в том числе финального. Поехали. Мы, значит, что делаем первым делом? Говорим всем нашим абаддонам, кроме Прайма, сопровождать... Наверное, лучше будет так сделать. Не знаю, отличаются ли чем-то команды или нет. Приказ... Сопровождай. Атаковать, добывать, защищать нету, да? Ну, значит, да. Значит, проще всего будет приказать им сопровождать. Абаддон Прайм. И теперь, куда бы я ни прыгнул... Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, да? Друг всегда с тобой, как говорится. Оп. И это хорошо. Стоп, 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 стоп. Это было не по плану. Немного. Немного не по плану было. Так, они все ушатались. Давайте мы сейчас... Да, надо было... Вот эти выделения, конечно. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. У них 20-секундная перезарядка у большинства кораблей. 20-секундная перезарядка прыжкового двигателя. Они не будут очень быстро прыгать за нами. Попытка номер два. Все, кроме последнего. Сопровождать. Да. Убираем выделение. И прыгаем дальше. Давайте посмотрим. У них и дальность прыжка, по-моему, немного меньше. Некоторым пушек не хватило. Точнее, не хватило слотов под пушки. Поэтому у некоторых там где-то Теслы одной-двух не хватает. Где-то рельс одной-двух не хватает. Но лазеры были поставлены все обязательно. Обязательно. Так, сейчас посмотрим, они прыгнут за мной или нет. Подождем перед прыжком в следующую систему. К противнику подождем. Посмотрим, как все это дело работает. Собрать вооружение оказалось не так-то просто для всех кораблей. Стоп, они уже здесь. Один из них уже здесь. А, у одного, правильно. У одного... Это первый, по-моему. Да. У него нету тоже перезарядки, по-моему. Напрыжок. И он сразу. Сразу делает то, что надо. Давайте Зотенсов постреляем. Я не знаю там. Посмотрим. Так. Ну и что там все остальные делают? Типа ждут перезарядку прыжка, что ли? Или у них дальности прыжка не хватает, поэтому они не делают ничего? Это интересно. Это интересно. Ну, они реально просто ничего не делали. Короче, ими надо управлять всеми отдельным будет. Я понял. У одного тоже перезарядка прыжка нормальная, да? У остальных, у троих такая себе. Ну и, наверное, проще будет даже поставить тогда вот эти абаддоны на... Атаковать противника. Все атаковать противника. И они полетели заниматься своими делами. Лазеры, конечно... Да. Я турели не ставил, вот эту вот визуалку с турелей, потому что... Это морока. Каждую турель нужно прокликивать и... Неудобно, короче. Куда-то полетел этот абаддон. Тут в астероидном поле не очень удобно, конечно, воевать. Звуков выстрелов тоже никаких не слышно. Так, что там у нас? Все прилетели, а один какой-то бездельничает, стоит, понимаете ли. Можно попробовать пособирать тут эти зотанские артефакты. Но я думаю, они нам не пригодятся. Они, как я понял, вот эти вот, как они называются, фрагменты технологии, нужны для того, чтобы пойти к финальному боссу с другой стороны, скажем так. Его можно убить самостоятельно, да? А можно призвать союзников. И вот эти артефакты нужны как раз, по-моему, для призыва союзников, как я понимаю. Ладно, выбираем все абаддоны, говорим им прыгать сюда. Один останется, конечно, которым я управляю. И говорим атаковать врага. Так, убираем выделение, ввести координаты. Давайте смотреть, где там координаты. Смотреть, что получится из этого всего. Мы вошли уже в опасную зону. Наше отношение ухудшилось на 164 тысячи. И давайте посмотрим, что у нас имеется здесь. Блин, жалко, что когда вот отдаляешь камеру, реально ничего не слышно. Станция какая-то уже уничтожена. Тут даже не попадают, по-моему, местами. Но это, опять же, декоративными лазерами они стреляют в основном. Основное орудие у них, ну как-то что-то, не всегда они им пользуются. Хотя вот, смотрите, пошел на разворот и давай. Сжахни по нему с Теслой и рельсом. Не с Теслой, а с молниевого. И что-то... Что-то он не попадает просто, по-моему. Да, а вот лазеры... Лазеры это стабильность. Вот эта станция хорошо так на куски развалилась. Прямо красиво. Давайте возьмем, я не знаю, поставим магнит. А магнит у меня в этом лежит. Да, я не договорил, правильно. По поводу того, что было весьма нелегко собрать... Нужное количество турелей для всех кораблей. Хоть мы всего пять кораблей делали тогда, как бы для флота. Но, тем не менее, было реально нелегко. Потому что только на Теслы и... Тут и на Теслы, опять я их Теслами назвал. На молниевые турели и на рельсы ушло 2 миллиарда. Не миллиона, 2 миллиарда ушло на них. И это, конечно, да... Пришлось попродавать полностью всю руду, которая у меня была. Да, немного денег еще осталось. Там, конечно, у меня есть сколько-то миллионов в виде товаров. На торговых станциях, да, можно было его попродавать там тоже. Все это дело. Но я продавать не стал те ресурсы. Продал просто руду. Потому что, ну, я строить уже ничего не планирую. У нас финальная серия, да, и... Мне, в принципе, впритык почти хватило, да, на полное оборудование всех абаддонов. Он, кстати, по-моему, вжахнул его, да, с передних орудий. Ну, и тут тоже видно, когда по станции с основных орудий стреляет. А вот еще тоже интересный момент. Да, они сейчас, когда летят просто прямо к станции, И вот, наверное, первый залп они сделают именно С своих основных и дальнобойных. Ну, как-то так, да. И только потом боковые начинают стрелять. Ну, интересно, конечно. Просто аннигиляция такая идет. Жесткая. Сколько мы с этой станции денег получим, интересно? Миллион сем... Я что-то продал, да, по-моему, шесть ускорителей на 900. И золото продано тоже только что было, поэтому... Не в счет все это дело. Не в счет. Так, все, система зачищена, да? Нет? Да, да, ворота, ворота только остались. С ней мы ничего не сделаем. Тоже берем всех абаддонов, кроме последнего, по идее, И отправляем их просто сюда теперь. И... Можно в целом посмотреть. А можно даже... Хотя тоже, да, я пока в сектор не попаду. Там ничего происходить не будет, что ли. Хотя нет, что-то... Какая-то симуляция этого должна быть. Но, блин. Тут же, да, вроде как, когда игрока нет, То сектора все из памяти выгружаются. Но какая-то симуляция должна все-таки идти. А, нет, смотрите. А, я правильно, я им не приказал... Верно, верно. Не приказал атаковать врагов. Поэтому никто из них ничего и не делал. По-моему, одного этого грохнули. Защитничка. Опасная зона. Но уже никто не прилетает. Да, снова закончились корабли. Там, кстати, достижения есть. Уничтожить сколько-то торговых кораблей. Можно будет, если... Будет желание поработать над достижениями. Ну, в общем, тут понятно, да, я думаю. Полетели к... Боссам. Итак, рассчитываем прыжок в центр галактики. А поддоны, по идее... У них прыжковый двигатель уже должен был перезарядиться. Давайте забираем их с собой. Только вот так вот как-то. Control. И теперь сюда. И теперь... Атаковать врага. Блин, надо всем выбрать. Атаковать врага. Это у нас... Да, один зотанский корвет остался. Тут, ребята, мне подсказали. У меня не получалось пробить щит защитнику этому. Просто потому что... Ух ты. Просто потому что... Был один из этих кораблей NPC зотанцев. Оп. И вот новые появляются. И пока мы новые корабли все не поуничтожаем, у него щит будет непробиваемый. Ну... Да. Видимо, не успели появиться еще... Корабли противника, чтобы сделать щит ему непробиваемый. И... Миссия выполнена. Добраться до центра. Хранитель... Как он там назывался? Ну, в общем, был уничтожен. И... Мы получили как раз только что квестовый айтем на... Нового босса, который был добавлен в версии 1.0. После финального, который идет уже... Ну, хорошо так. Хорошо так они его грохнули. Давайте посмотрим, что мы тут подобрали. Вот так вот посмотрим пушки. Не какушки. Так... Ну, в принципе, более-менее неплохой модуль на щит. Откат гипердвигателя 24% тоже вполне неплохо. Так... 2000 ДПС... 700... Ну, тут, понятное дело, все хлам. Совершенно бесполезный. Никому не нужный хлам. И... Да. Вот этот вот квестовый айтем... Мы его используем. Квестовый. Не квестовый, а призывалка босса. Только что-то не использовалось. Вот по таким координатам... Мы его можем найти. Появляется иконка в виде черепа. И... Относительно недалеко он. Сейчас пойдем к нему в гости. Тоже наведаемся. Давайте сразу... Вот этих вот, ребят... Отправим. Оп, что-то... Что-то пошло не так здесь, кажется. Отправится... Все сюда. И ты тоже сюда. И теперь все сюда. Так... А я... Прыгаю сюда и потом... А, нет, наверное, не допрыгну. И вот это вот уже... На данный момент... Самый серьезный босс в игре. Насколько я понимаю. Там еще есть парочка таких... Относительно мелких. С какими-то своими заморочками. Может быть, попробуем тоже их поискать сегодня. Но прыгаем сначала к этому. Мы лично сами... Посмотрим на него. Что он из себя представляет. По идее... Сколько у нас там? 162 миллиона щитов. И... 9 миллионов корпуса. 27 миллионов омикрон урон. Давайте посмотрим. Очередная версия ИИ. Наконец... Наконец... Не зотонец. Обнаружен. Начать атаку. Перенаправляю энергию щитов на турели. Точно такой же тип, как ИИ. У него получается... Смотрим, что там пишут. Выстрелы прикольные. Ну-ка... Подлетим поближе. 129 тысяч омикрон. ДПС у него такой. И... Он разбирается на мелкие части. Так же, как и ИИ. Босс. Отваливаются от него кусочки. Поэтому надо... Разбирать его... По чуть-чуть. По чуть-чуть. Не спеша. И турели, по-моему, вылетают. Не турели, да? А эти... Торпеды вылетают. Из кусков. А, ну и все. Он решил... Не мучиться долго с нами. Давайте посмотрим, что из него выпадает. Шахтерские турели две. Ремонтная турель. Квадроплазма. Подождите. 10 миллионов? Или это там что-то наторговали только что? По-моему, 10 миллионов было получено. Опять не туда. Сюда. Так. Ремонтная турель. Понятно. Вот это вот... Плазма из него выпала. Да? Не, вот это вот плазма из него выпала. Но еще хуже, в общем-то. Да. Ну, тут, опять же... Все хлам. Все бесполезный, лютый хлам. Еще вон пару турелек. Остов даже остался. Маленький такой, правда. Не посольважить его, да? Так, а что будет, если я еще раз активирую вот эту вот штуку? Ага. Ничего не будет уже, да? Походу. Координаты новые не дают. Да, все. Нету никаких признаков жизни от него. Хорошо. Давайте я сейчас посмотрю, погуглю, как там другие боссы. Как их там искать, где, что с ними за дела там, да? И что нужно, чтобы они появились. Новые, да? У нас 4 новых босса, по-моему, было добавлено в версии 1.0. Вот это как раз один из них был. И еще 3 попроще вроде. Так. Погуглил по боссам. Одного, получается, мы убивали. Это этот прыгающий босс. Как он там? Я уже забыл, как его звали. Но мы его, в общем, убивали. Второго босса на Вики не написано, как вызвать. Страничка про него есть, но она пустая. Один как раз, это как раз вот этот вот, которого мы только что били. И еще один вызывается при... Давайте сейчас маяки вот эти вот возьмем. Призывается... Путем активации призывалки, которая покупается на торговом вот этом вот корабле. Сейчас посмотрим. Мобильный торговец. Что-то я пока не вижу мобильного торговца этого. А, вот он, по-моему, да? Прилетел. Торговля оборудованием. Артефакт у него. Так, вот. Отслеживатель ИИ. Гиперпространственный прерыватель, это как раз та штука, которая вызывает этого прыгающего босса. А нам нужна вторая. И она, по-моему, только появляется после убийства защитника Червоточин, или как он там? Вормхолл Гардиана. Ну, финального сюжетного босса. Так, так, так. Ой, ой. Сорян. Сорян. Что там? Ближе еще? Куда ближе? У меня же там 3 километра этот. Так, хорошо. Тут ничего интересного я не вижу, да? Наверное, ничего нам больше не нужно. И давайте смотреть контролируемого ИИ. Тоже была помечена цель на карте. По вот этим координатам рядышком совсем. Давайте прыгнем к нему туда, посмотрим на него. Тоже черепком, вот это, да, новые боссы помечаются. Боп. Большой брат. Обнаружены зотанцы. Начинаю атаку. Перенаправляю энергию с щитов на турели. Серьезно? Очередной ИИ. Ничем не примечательный. Большой брат. А, слушайте, так это тот же самый, да, которого мы только что били фактически. Только маленький. Да, и вот распадается на эти, на более мелкие части, как ИИ. Потому что, ну, я его боковыми турелями бил, а не так, как стоило бы может. Ну, да, тут все трясется. Боп. И последний кусочек где-то... А, все, да, походу? Окей. Антифайтер, турель, плазма. Улучшение двигателя. Добывающая турель. Антифайтер, антифайтер. И... Рельса, по-моему, давайте глянем сейчас. Что у нас тут. Встроенная пулеметная. Ни о чем. Противоистребительная. И еще одна противоистребительная. Ну, в общем, никакие какие-то боссы. Никакие не в плане того, что, да, мы их быстро убиваем. Понятное дело, что мы их быстро убиваем. Никакие в плане лута какого-то ценного. Бессмысленно и беспощадно. Ну, как бы, да, у нас в любом случае уже финал. Нам эти боссы и так не нужны им были. Вот. Я, на самом деле, с огромным удовольствием провел в этой игре порядка 300 часов. 200 часов с лишним у меня наиграно на этом сохранении. И... Больше сотни было в креативе проведено, пока я Абадон строил. С Абадоном, конечно, я запоролся там. Ну, упоролся. По-серьезному. Было тяжело. Вот. Но, в целом, я доволен. Я доволен и... Мне очень понравилось. Я даже не ожидал, что мне настолько понравится. И в игре баланс жуткий. Но из-за того, что есть разные интересные механики, играть все равно интересно. Даже с таким кривым балансом, которого, ну, как бы и нет вовсе, да. Вот. Как в плане экономики баланса нет, так и в плане, вот, да, теперь... Когда мы начали захватывать пиратские вот эти вот корабли с множителями урона, то тоже... И в плане боевки баланса никакого нет. Ребята предполагают, что это, как бы, ну, для мультиплеера все-таки больше сделано. Здесь много таких механик, которые раскрываются исключительно в мультиплеере. Как защитники на кораблях противоабордажные, все эти защитные системы тоже, да, которые можно ставить. Ну, так и другие разные функции, например, в плане экономики тех же станций, да. Когда станцией кто-то пользуется, то мы получаем там 20% от прибыли станции, ну, не прибыли станции от этого, от транзакции, короче. И компьютерные и так станциями не пользуются фактически, он к ним просто прилетает для вида. Да, и вся эта экономика, вся торговля, все, что делает компьютер, он только делает вид, что он что-то делает. Так-то все из воздуха берется, все эти продукты, все на станциях просто появляется. Да, в этом плане в мультиплеере может быть гораздо все интересней, когда экономика чуть больше может быть движется игроками, потому что есть возможность, да, захватывать системы, сектора, строить свои станции любой направленности, да. И может быть, ну, действительно, как-то в мультиплеере все это еще интересней. Но, да, я все-таки больше соло-игрок, поэтому мультиплеер такое дело. Может быть, и было бы интересно попробовать поиграть, но я уверен, что надолго меня явно не хватит там, поэтому, да. И всем спасибо, кто смотрел данное прохождение. Мы его официально, торжественно заканчиваем. И еще раз повторю, мне реально понравилось. Это было весьма весело. Все эти 300 с лишним часов. Пока. Увидимся в следующей серии какого-нибудь другого прохождения.